На мой взгляд, все четыре команды, которые встретились в полуфинале, примерно одного уровня, и сказать, что кто-то заранее там был фаворит, то такого, наверное, вряд ли можно сказать. Вот поэтому и такие серии непростые были из трех матчей. Соперники друг друга в первых играх обыграли, но и решающая игра. Здесь у кого психология была выше, наверное, в этом был успех насчет нашей команды. Да, мы разочарованы, конечно, хотели повторить прошлогодний успех. Однако, ну, скажем так, что касается игры в атаке в первых двух играх, то мы провели неплохие игры, но по обороне есть вопрос. Ну, наверное, Витен все-таки заслуженно победил, и немножечко они были сильнее. Ну, сказать, что раз результат, который мы ставили, мы не достигли, понятно, что удовлетворения нету. Но выводы сделали, надо, прежде всего, более надежно сыграть в обороне, потому что пропустили, скажем так, 14 мячей за три игры, наверное, это многовато. Ну, всегда после поражения, скажем так, нужно прийти в себя, то есть эмоции пока на сегодняшней тренировке, скажем так, в начале все было довольно-таки тихо, спокойно, но потом в течение тренировки уже видно было, что уже ребята и улыбаться стали, то есть и настроение. Так что надеюсь, что за ближайшие дни мы все-таки придем в оптимальную форму и будем готовы уже к игре за третье место. Ну, шансы до игры у всех одинаковые, хотя мы с этой командой не так удачно играли в этом сезоне, скажем, сыграли в ничью в первом круге, потом было поражение домашнее, вот, и в кубке проиграли 1-0, то есть минимально. Я думаю, что примерно соперники одинакового класса и здесь, наверное, скажется, опять же, физическое состояние команды, то есть, ну, и как подойдем, в каком настроении. Поэтому надеюсь, что будет интересная игра за третье место и для зрителей, и, конечно же, надеемся на успех, хотим хотя бы выиграть бронзу в этом чемпионате. Конечно, любое поражение – это удар по самолюбию и сюрприз. В любом случае, когда ты играешь, ты либо выигрываешь, либо проигрываешь, поэтому, конечно, хотелось бы победить, но жизнь распорядилась так, и нужно собрать все силы для того, чтобы выиграть бронзовую медаль. Командой, игрой, в отдельных эпизодах, конечно, есть удовлетворение, есть приятный такой оттенок в плане того, что команда билась до последнего, сражалась, пыталась исправить те ошибки, которые были допущены, но, как оказалось, этого мало. И в таких матчах, конечно, такие грубые ошибки допускать нельзя. Ну, мы еще, во-первых, будем разбирать матч, еще вместе с командой только поговорили о каких-то более глобальных вещах. Прежде всего, выводы нужно делать по сопернику следующему, и оглядываться на предыдущего соперника я особо смысла не вижу. Состояние у команды, я думаю, моральное хуже, чем физическое, потому что все-таки прежде всего сейчас, да, нужно восстановить именно моральные силы, а физические они уже более будут действенны, если будет хорошее психологическое состояние. Насколько оно будет хорошим, я думаю, покажут только матчи. Шансы на успех расцениваю как, я думаю, 50 на 50, потому что, во-первых, никакого преимущества площадки за счет того, что мы выиграли регулярку, мы не получили ни в одном из матчей, то есть этого преимущества у нас нет, и мы играем тоже с одним из лидеров вообще чемпионата и одним из фаворитов в любом из годов, поэтому в любом случае и в столице есть что доказывать, как-то реабилитироваться, и нам тоже, поэтому, думаю, будут интересные матчи, и в любом случае все будут сражаться за достижение хотя бы бронзовых медалей. Субтитры создавал DimaTorzok